Доброго времени суток! Первая отставка с поста главного тренера произошла в стане одной из одесских команд, выступающих в отечественной футзальной экстралиге. 14 тур чемпионата страны по футболу стал компромиссным для одесских команд-мастеров. Обо всем этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем еженедельнике. Доброго времени суток! А в среду одержали и свою первую победу после исторического возвращения в элиту отечественного гонбола. На своей площадке юринские гонболисты не просто оказались сильнее нехешинского энергетика «Наек», а в буквальном смысле разгромили своего соперника с разницей в 16 мячей. Ожидаемый старт, потому что я уже много лет работаю с командами, с игроками разного возраста, поэтому мы ожидали это и прогнозировано. Ничего страшного, идем пока так, по графику, по плану. Пока перепрыгнуть себя мы не можем, но я думаю, что пока не надо. Играем сейчас на то, что мы можем, и еще раз говорю, надо, чтобы ребята почувствовали себя уверенностью, потому что нет еще уверенности. Мы даже ведя в счете 7-8 мячей, я не гарантирую, что можем игру и выиграть. То есть может надломиться, поэтому не надо спешить. Я думаю, что надо, знаете, как всему свое время. Дебют встречи против нетешинского энергетика остался законболистами юринского клуба, которые со всей серьезностью провели стартовый игровой отрезок, поведя в нем 4-0. Главным действующим лицом в атаке портовика в эти минуты стал Ростислав Полищук, который, несмотря на свою молодость, продемонстрировал незаурядное хладнокровие и поразительную точность в завершающих фазе атак юринского клуба. Почтен своего партнера по команде в дальнейшем поддержал и ее капитан Виталий Горовой, который не на словах, а на деле продемонстрировал свои задатки одного из ярко выраженных лидеров нынешнего состава юринского портовика. Ну и, конечно же, нельзя не отметить отменную игру на последнем рубеже голкипера-хозяев площадки Богдана Панченко, чьи неоднократные сейвы вселили дополнительную уверенность игрокам линии обороны. Играли то, что мы наиграем, то, что мы сейчас тренируем, потому что нас дальше ждут серьезные баталии. Мы, конечно, где-то прыгаем, может, где-то в физических качествах, потому что ребята молодые, нету той физики еще. Но самое главное – правильно играть, то есть понимать правильную игру в защите. Очень важно на сегодняшний день. Защита в гонболе – это один из важных аспектов, поэтому мы очень много уделяем. И пусть не получается где-то в индивидуальных качествах, но команды, в принципе, команды действуют, я доволен. Все эти факторы в комплексе привели к тому, что перевес в счете игроков юринского портовика неуклонно стал возрастать. Их перерыву составил 8 мячей, 15-7. Я думаю, что портовик силен, пересел духом. Я ребятам говорил еще в прошлом сезоне, что они представляют многолетний гонбол портовика, южный гонбол. Поэтому мы возрождаем, им пришлось нелегкое время на себя тянуть, что они возрождают портовик. Поэтому они должны возвращать это имя. Планка высокая у нас, поэтому они не должны ниже опускаться. Поэтому на них большая ответственность лежит. Я думаю, что в плане в том, что они это понимают, ребята. Может, не получается, но желание есть самое главное. Вторая половина этого матча окончательно расставила все точки над «и». Причем для того, чтобы обезопасить себя от возможной нервозной концовки, подопечным Олега Сыча понадобилось каких-то 12 минут, которые южненские гонболисты провели словно на одном дыхании, выиграв этот временной отрезок со счетом 8-1. При текущем счете 23-8 стало всем понятно, что победу портовики уже не упустят. При такой текущей ситуации на площадке, наставник хозяев получил возможность предоставить игровую практику всем без исключения заявленным на поединок игрокам, которые общего рисунка не испортили. Конболисты южненского клуба довели игру до логического завершения, отпраздновав по ее итогам первую победу в Суперлиге со счетом 33-17. Пока не ставят результат, потому что, еще раз говорю, ребята молодые, что-то ставить конкретно, какие-то планы, результаты тяжело. Надо самое главное войти сейчас в Суперлигу, войти в этот ритм, чтобы еще была уверенность. Все-таки молодость еще немножко не хватает, некоторых качеств. Поэтому на данный сезон закрепиться, почувствовать себя уверенно, и на следующий год уже будем смотреть. Опять же, финансированные клубы, то есть, как оживаем, так сказать, то есть, выходим в ритм обычный, привычный. Поэтому сейчас нельзя торопиться, потому что можно наломать дробь. Главной ударной силой в атаке портовика вновь оказался ее капитан Виталий Горовой, на счету которого 12 мячей. Пять взятий ворот соперника в активе Ростислава Полищука. По четыре раза голкиперов Никишинского энергетика огорчили Юрий Кремениш и Владислав Кукушкин. Ну, ребята очень старались, показали достойный результат. Все работы на тренировках, чтобы достичь каких-то результатов. И сегодня первая победа, результат налицо. Спасибо партнерам, кто тоже помогает. Добиваться мне таких успехов. Спасибо тренерскому составу нашему. И спасибо болельщикам, которые приходят нас поддерживать. В общем-то, твои впечатления от того, что сегодня происходило на площадке, и ощущения от первой победы в Суперлиге? Ну, эмоции переполняют. В прошлый тур не сыграли в ничью. Уже была маленькая искринка, которая нам дала такой подвиг, чтобы идти вперед, набирать оборотов и стремиться к вершине. И сегодня мы достигли то, чего за чем шли. Первая победа в чемпионате. Все ребята рады, все ребята счастливы. Хочу поздравить тоже ребят. В принципе, ребята долго ждали, к этому шли, стремились к этому и добились результата. По игре где-то, конечно, были ошибки, было. Без ошибок не бывает в этом возрасте. Где-то много ошибок было в реализации момента. В принципе, все делали, все получалось, много не забили. То есть, процент реализации где-то около 40%, это, я считаю, очень мало. В дальнейшем будем над этим работать. Думаю, будем поправлять эти ошибки. И команда, я думаю, будет еще показывать более яркую, более такую качественную игру. По сегодняшней глине, видно, я говорю, дело в том, что молодежь, понятно, молодежь, к сожалению, дело в том, что они чему-то, все равно, как гомболисты, но не вчера же пришли, они какой-то базис должны иметь. То есть, быстрый счет, перемещение, смена в защите. То есть, есть такие вот, есть какие-то очень, немного положительных моментов. Вот, когда мы сегодня построили, то есть, можно головы забивать из 9, из 10 мер задними игрокам. То есть, идет понимание того, что игрок, даже в их возрасте, вот сейчас спокойно, во втором тайме, где-то 15 минут, они показали, что можно играть издали. Потом, получается, команда начинает выход, и тогда начинает какая-то игра. А то, что было минус 40, вот играли, все это не то. И по защите, конечно, очень много придется им работать и работать. Вот так. Победа над Никишинским энергетиком «Наэк» позволила подопечным Олега Сыча после четырех проведенных встреч с тремя очками в активе подняться на пятую позицию в турнирной таблице. И хотя высокие турнирные задачи перед юнерскими гонбалистами в текущем сезоне не стоят, сей факт не может не радовать. В следующем туре «Портавик» снова сыграет на своей площадке. 11 октября в гости к нашей молодой команде приедет запорожский ЗТР. Начало игры в 18.00. Во вторник, 4 октября, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Кубка Европы «ФИБО». Единственный представитель от Украины в рамках розыгрыша этого европейского клубного трофея юнерский химик встречался в этот день в Турции с клубом «Истамбул» и стал автором одной из главных сенсаций этого игрового дня, выиграв у своего соперника с разницей всего в один балл – 90-89. Залогом успеха подопечник Виталия Степановского стали уверенные действия на площадке в первой половине матча, которую химик завершил в свою пользу со счетом 47-33. Несмотря на все попытки баскетболистов турецкого клуба спасти этот поединок, вице-чемпион Украины выстоял и в приподнятом настроении будет вести подготовку к ответному матчу, который состоится в Южном в среду 11 октября. Лучшим игроком по итогам игры в Турции стал американский разыгрывающий химика Дерри Колтер, на счету которого 26 очков и 5 результативных передач. У Виталия Мальчевского 16 пунктов при 5 удачных действиях под счетами. Павлов, Антипов и Сидоров принесли в копилку юринского клуба по 10 очков. Генеральную репетицию перед ответным визитом турецкого клуба «Истамбул» в Южный химик проведет в субботу 7 октября, приняв в рамках Отечественной Суперлиги Харьковский политехник. Первая отставка главного тренера произошла в стане одной из одесских команд, выступающих в чемпионате Украины по футзалу среди команд экстралиги. По прошествии трех сыгранных туров сезона 2017-2018 годов заявление об уходе с поста наставника футзального клуба «Эпицентр Кавангард» написал Павел Ардаковский. Случилось это после игры теперь уже его бывших подопечных против земляков из коллектива «Юни Ламан», в котором дебютант экстралиги потерпел третье поражение в стартовавшем сезоне. Руководство мини-футбольного клуба «Эпицентр Кавангард» согласилось удовлетворить просьбу Павла Ардаковского и расторгло с ним трудовое соглашение. Функции исполняющего обязанности главного тренера возложены на другого титулованного одесского футзалиста 44-летнего Кирилла Красия, последним местом работы которого была любительская команда «Фаэтон». Первый матч под руководством Кирилла Владимировича «Эпицентр Кавангард» проведет уже в понедельник 9 октября сыгра во Львове против серебряного призера экстралиги прошлого сезона местной «Энергии». В минувший уикенд состоялись матчи 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Зарянские «Балканы» на стадионе имени Бориса Тропанца принимали предпоследнюю команду турнирной таблицы «Кременчугский кремень». Болельщики обоих команд, откровенно говоря, уже заждались побед, поэтому соперники начали поединок без раскачки. Подопечные Андрея Пархоменко провели первую опасную атаку на ворота гостей, которую ударами за пределы штрафной завершал Николай Златов. Однако будущий герой встречи, вратарь «Кремня» Андрей Олейник потенциальную угрозу сумел нейтрализовать. Практически тут же гости ответили своим голевым моментом, который позволил им повести в счете. Богдан Боровский навесил с угловой отметки, а никем не прикрытый Дмитрий Тертышный ударом головой нанес результативный удар. 0-1. Только после этого эпизода Балканы основательно завладели инициативой и имели все на то основания еще в первом тайме не просто отыгрываться, но и выходить вперед. Супермоменты для взятия ворот футболистов из Кременчуга напустили Константин Пархоменко, Алишер Якубов и Сергей Платунов. И все-таки на 31-й минуте паритет на табло был восстановлен. Хозяева поля разыграли угловой, мяч был доставлен на дальний угол вартарской площадки, откуда Сергей Людчак удачно скинул его под удар Анатолию Обри, который с близкого расстояния поразил таки ворота Кремня. 1-1. После перерыва подопечные Андрея Пархоменко продолжили нагнетать обстановку на половине поля команды гостей. И шансов для того, чтобы вырвать в этой игре победу, у Балкан было предостаточно. Это и опасные стандартные положения, и непосредственно моменты с игры, которые пытались завершить Александр Райчев, Константин Пархоменко, Александр Ильницкий и многие другие игроки Зарянского клуба. Гости же из Кременчуга, во главе со своим голкипером Андреем Олейником, которого можно смело назвать лучшим игроком отчетной встречи, выстояли и увезли Зари один важный зачетный балл. 1-1. После встреч 14-го тура подопечные Андрея Пархоменко, набрав 18 очков, сохранили за собой девятую позицию в турнирной таблице команд Первой лиги. Следующим соперником Балкан станет столичный клуб «Абалонь Бравар», против которого футболисты Зарянского клуба сыграют в субботу 7 октября на «Абалоне-арене». Практически параллельно с игрой в «Заре» в Одессе на стадионе «Спартак» Одесская «Жемчужина» в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги принимала футбольный клуб «Нефтяник» Укарнеев из города Ахтырка. Для подопечных, исполняющих обязанности главного тренера одесситов Леонида Гайдаржи, этот поединок был хорошей возможностью поправить свое незавидное турнирное положение. Ведь неожиданно для многих прошлогодний чемпион Второй лиги на данный момент обосновался среди квартета команд, которые замыкают турнирную таблицу, а следовательно, ведут борьбу за сохранение прописки в этом дивизионе. К сожалению, порадовать своих немногочисленных болельщиков, пришедших в этот субботний день на стадион, «Жемчужине» снова не удалось. Хотя одним турнирным очком одесситы разжиться сумели. Хотя заслужили, наверное, на большее. В первом тайме опытный Анатолий Диденко даже поразил ворота команды из Ахтырки. Но арбитр матча Вадим Запрутняк из Ужгорода, зафиксировав овсайт, взятие ворот отменил. Встреча так и завершилась без забитых мячей, а добытое турнирное очко позволило «Жемчужине» подняться на 15-ю позицию. В следующем, 15-м по счету туре, одесситы отправятся в Сумы на матч с аутсайдером турнирной таблицы местным профессиональным футбольным клубом. На этом наш выпуск программы подошел к своему завершению. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире!